Советовать тебе канал Трейна. На нем автор занимается как прохождениями игр, так и уделяет время находкам и игровым пасхалкам. Для любителей хорроров есть прохождение проекта Кейртейкер, для любителей классики старый добрый Крэш Бандикут, а дальше будет только интереснее. Ссылка на канал будет в описании. Доброго времени суток, с тобой снова Спектр и добро пожаловать на полное прохождение долгожданной Call of Duty Modern Warfare 2019, которую мы ждали 8 лет. Друзья, очень сильно надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и надеюсь, что мы соберем на данной серии хотя бы 5000 пальцев вверх. Все-таки за выход новой части Modern Warfare, я думаю, можно поставить. Итак, мы с вами незамедлительно начинаем. Тянуть уже нет смысла, потому что сам хочу на нее посмотреть. Всю установку я закончил и давайте же начнем новая игра. Перезаписываем данные и выбираю, наверное, сложность рядовой. Здесь, кстати, даже и сложность реализм. Это уровень сложности ветеран с ограниченным интерфейсом, но на него мы посмотрим потом, потом, потом когда-нибудь уже. Итак, Верданск, Кастове. Первая миссия называется Туман войны. Сложность рядовой. Давайте начинать. И, кстати, не забывайте подписываться на канал. До 300 тысяч подписчиков осталось совсем немного. Хух, поехали! Хочу отметить то, что автомобиль слышно больше, чем героя. Аль-Катала. Это, кстати, мужик, который на Соупа был похож. В печали. Мы ведем войну без сочувствия. Только так живет. Так умирает настоящий солдат. Ой-ой. Модерн Ворфейр. 24 часа назад. Верданск. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алекс. Найдите газ, захватите все ваши парковки. Как же громко здесь орет вертолет. Я специально настраивал громкость, но с вертолетом это, видимо, отдельный параметр должен был быть. Итак, друзья, миссия Туман войны. 24 октября. Алекс. ЦРУ и рейдовая группа КМП США. Ну что, начинается геймплей. Мы, видимо, в том самом лесу, который был в трейлере. Барков, я так понимаю, это местный аналог Макарова, наверное, да? Я так понимаю, кстати, реплик тут будет очень много, потому что в последних Call of Duty, я заметил, они очень сильно любят поговорить и попоказывать какие-либо внутриигровые катсцены. Итак, друзья, у нас тут стандартный набор сержантов, рядовых и капралов. Компания, кстати, рассчитана на 4 часа. Это уже известно благодаря зарубежному Ютубу. Так, ищут нас, я понял. Ну, в общем, стелсим вначале. Два наемника без формы. Можно их устранить, у нас же глушители. Так, третий отряд, ложите обстановку, что-то слышу. Что? Эй, кто здесь? Да мы здесь, привет. Вы иди, покажи. Ну что, покажемся? Значит, можно их снять, да, пожалуй. Все чисто. А, я вас понял. Так, секунду, народ, мне надо паузу поставить. О, важную настройку поставил, чтобы я просто один раз нажал, и прицеливание уже произошло. Итак, капрал Дэвис, кстати, и сержант Хойт. По-моему, это раньше были обычные фамилии. Так, прицел наблюдателя четыре. Так, понял. Заезжает машина. Я слепой, я не вижу. А, вот он. Я почему-то думал, он просто на месте стоит. Так. Это разве патрульная машина? Такое чувство, как будто там VIP-персона какая-то сидит, как считаете? Вызов авиаудара. Берем. Я говорю, в последних Call of Duty они любят поговорить, просто им насрать на геймплей, они просто поговорить любят о жизни. Ну там, как у вас дела, все дела. Стреляют с упора пять. Ладно. Разберемся. А, подожди. Это Маус-5, походу, имели в виду. Или нет? Или что? А, не важно. Неплохой взрыв. Я думал, вообще, мы будем штурмовать эту базу. Ну ладно, так тоже можно. Так, ладно. Вход воспрещен, закрывайте дверь. Нету ломаного русского, к которому мы все привыкли, да? Ладно, друзья, у нас начинается штурм, собственно. Только почему-то два солдата всего идут в атаку. Три, извините, три солдата. Ну ладно, разберемся. Внимание. Солдаты противника, их много. Я думаю, можно уже не стелсить, учитывая, что мы авиацию вызвали. Найдите пропавку! Охраняйте кровь! Угу. Подожди, пусть подойдут. Пусть подойдут? Найдите их юб. Да поехали! Так, у меня такой небольшой вопрос. Это оружие разве должно стрелять синглом? Вот и я так думаю, поэтому переключаем в автомат. Ага. А то как-то неправильно получилось. Пистолет на АК-12 поменяем. Будем пробовать оружие по максимуму, которое имеется в этой колде. Кстати, в АК-12 73 патрона в одной обойме. Ничего себе. Это уже солидная новость, скажем так. О-о-о-о. И прямо в логово идем. Неплохо. Кстати, огонь, интересно, наносит урон? Не, он не наносит урон. Это просто текстурка. Хе. Так, добивайте их. Я даже не знаю. Ну, ладно, раз уж они просят. И, в общем-то... А, кстати, я понял по поводу стрельбы с упора. Это имеется ввиду прислонение. Внутри враги. Я пытаюсь. Иду к тебе, эхо. Да, я займусь ими. Ага. Копье идет к тебе. Так, открываем дверь. Капитана Прайса, конечно, нету, чтобы нам дверь открывал. Я с этим справлюсь и самостоятельно, судя по всему. Друзья мои. Усилить педиметр все на посты, да. Открываем. Заблокировано. Пацаны, открывайте самостоятельно, как говорится. Я тут уже бессилен. Не знаю, лом, да. Да, лом или болгарка. Так. Железнодорожное депо. Ёмае. Мы потеряли... Этого. Слушайте, я его фамилию забыл. Простите, я его фамилию забыл. Станови оружие в дверном проеме и держи в укрытии эхо. Понял. У меня есть идея получше. Я просто пробегу к нему. Так, начинаем штурм пулеметчика. Если не ошибаюсь, здесь есть одно достижение в батлнете. Нужно убить вот этого пулеметчика осколочной гранатой. Давайте попробуем это сделать. Я просто ради интереса хочу это проверить. Ого! Мне, кстати, нравится здесь система ранений у персонажа. Ты действительно чувствуешь наконец-то, когда по тебе попадают. На самом-то деле. Несмотря на то, что, конечно, сложность вторая. Но я обязательно буду проходить эту колду на последней сложности. Я хочу посмотреть на весь геймплей. Так, бросить гранату. Сейчас все сделаем. Подожди. Давай. Раз, два, три. Кидаем. Уничтожил? Нет. Вроде нет. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Да, получено достижение трехочковый бросок. Нормально. Молодец, ЦРУ. Забавно. Так, еще пара противников. Прошу прощения, я так никогда больше не сделаю в компании. Это просто минутная слабость была. Так, противники убегают. Нормально. Приостановил. Пока что их отход. Есть еще сопротивление? Кстати, давайте АК-12 возьмем. А то я им так и не воспользуюсь в итоге. По ходу этого задания. Чисто? Все, давайте газ найдем этот самый. Ага. По-моему, это выглядит как засада. Не находите? Кстати, хорошая идея. Теперь у меня, я так понимаю, да, интерфейс маленечко сжат будет. Из-за маски. Поле зрения персонажем. Да, это засада, я так и знал. Все это отключили. Итак, ночной... А, фонарик. Я уже думал ночное видение, подождите, пока рано. Ага. Они здесь бегают. Я говорил то, что это, скорее всего, попахивает засадой. Я не смотрел прохождение этой колды, когда она на день раньше выходила на зарубежных типов канала. Я специально ждал именно релиза, чтобы на все это посмотреть. Так. Хорошо отдышался персонаж. Движение на мостике? Это... Кью прицелится светошумовой гранатой. Ну, давай. Это мало что даст, скорее всего, но ладно. Я, по крайней мере, буду готов теперь бросить ее в любой момент. Чисто. Простите, а что мы здесь ждем? Да, давайте мы его найдем. Слишком много уже сделали для... Этого. Таб просмотра текущей цели. Включите электричество. А, это я должен сделать. Я уже отвыкаю от того, что все должен сделать главный герой игры. Обычно для этого есть персонажи. Я не на ту кнопку нажал? Спасибо, Рэндалф. Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. А вот это уже осуждаю. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Как всегда. Конец связи. Убедишь, что... Ну, понятно, русские снова плохие. И мы подготовим машины к выезду. Принято. Опять что-то я должен сделать. Разыскать газ Баркова. Так, давайте смотреть. Это что, простите? А, это просто пометка цели, я так полагаю, да? Джекпот. Держу газ. Три-один, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Все? Это... Подождите, это было все задание? Для первой миссии довольно маловато, не находите? Ну, да ладно. А я куда, простите? А, я в автомобиле. Все, понял. Спасибо, что хоть такая пометка цели здесь есть, как говорится. Всем внимания, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами... А задание, кстати, на этом еще не закончилось. Встречаемся у точки отхода. Я уже жду, когда наконец появится капитан Прайс. О, ё-моё! Вау! Охренеть! Неужели это провал задания? Первая же миссия и сразу провал. Мне это напоминает Call of Duty Infinite Warfare с самое начало. Именно то, что... Отряд просто расстреливают. А главный герой единственный выживает. Кстати... А, это обычный солдат. Баренц, а мы тарак. Нази митарак. Баран! Баран, коб! Баран, коб! Такой вопрос, а почему не проигнорировали главного героя? Хранитель Яэха-3-1. Алик, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден. Нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется... Алик, что сейчас, отзывается. Алик, что еще можно... Продолжение следует...